В Армении сегодня незапланированный выходной. Когда люди поняли, что из-за заблокированных улиц они не смогут добраться ни на учебу, ни на работу, Ереван вышел на очередную акцию протеста. Народ ждет политических решений, которые выведут Армению с состояния неопределенности. Ведь пока в стране фактически нет премьер-министра, и все народные проблемные вопросы остаются риторическими. И каждый незапланированный выходной неминуемо отразится на экономике. Проблема народа не то, чтобы изградать нового примера. Здесь годами накопилось сколько проблем, поэтому народ уже в вынуждении выходить на улицу. Им неинтересно, николь будет, другой будет. В первую очередь не этот вопрос. Вопрос того, чтобы избавиться от этого положения. О том, какое будущее ждет Армению, сейчас не скажет никто. Ситуация в Ереване непредсказуема. Вечером митингующие освободили дороги и направились на площадь республики. Полиция требует убрать грузовики из центра города, но население не спешит это делать. Тем временем президент Армении призвал политические силы наладить диалог, наконец-то договориться и уже совместно искать выход из кризиса. Надо договориться вместе, сесть за круглым столом и договориться. Это уже нам всем надоело. Очень большая часть людей, которые не имеют денег. Просто жить, просто жить. К вечеру в Армении временно приостановлено железнодорожное сообщение. Люди перекрыли пути и власть, чтобы обеспечить безопасность самих же протестующих, остановила движение. Пока стороны пытаются решать вопросы самостоятельно, но никто не дает гарантий, не вспыхнет ли закавказский темперамент. Но этого, скорее всего, не случится. Буквально несколько часов назад стало известно, что депутаты правящей партии решили поддержать кандидатуру Никола Пашиняна. И сделан этот шаг в первую очередь, цитата, понимая важность развития для страны. Так что исход выбора 8 мая предопределен. Ольга Сачи и Виталий Гончарик. Наши новости. Армения.